Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Решение, которое устроит всех. Городские власти и общественники обсудили ситуацию с вырубкой деревьев на улице Чапаевской. Стимул жить и учиться в 63-м регионе. Утвержден порядок выплат для выпускников школ, которые выбрали для обучения вузы нашего региона. Цифровизация в каждый дом. В областном центре начали выдавать карты жителей Самарской области. На 30% поднимутся цены на виноград и на 20% подорожает вино. С чем это связано, расскажем в новостях экономики. Медик по образованию, но с душой поэта. В Самаре прошел поэтический вечер писателя Станислава Анисимова. На улице Чапаевской проведут компенсационное озеленение на теплосетях. Об этом говорили на совещании с участием жителей, представителей Департамента городского хозяйства, главы Самарского района, а также депутатов городской думы. Сейчас на улице на участке от Венцика до Ленинградска идет плановая замена теплотрассы. Для этого ресурсники вынуждены были спилить несколько крупномерных деревьев. Восстановить их нельзя в силу законодательства, которое регулирует охранную зону теплосетей, а также виды построек и насаждений в ее границах. На совещании было найдено компромиссное решение – высадить на участке небольшие деревья, корневая система которых не будет мешать проводить аварийные работы, если они потребуются. В течение следующей недели мы говорили с жителями, что они проработают и дадут нам перечень растений. Соответственно, мы согласуем их с ресурсно-обжарочной организацией. Я думаю, в течение двух недель в этом вопросе поставим точку. Отдельно, с особым вниманием и заботой, жители просят сохранить грецкий орех. Дерево представляет высокую ценность для жителей квартала. Если выкапывания ореха не избежать, то будет рассмотрена возможность пересадки растения в другое место неподалеку. Цифровизация в каждый дом. Жители региона теперь могут получить в одном из банков Самары карту жителя Самарской области. Она многофункциональная. Это и кошелек, и медицинский полис, и другие дополнительные услуги. Подробнее расскажет наш корреспондент Сергей Кизоркин. Многодетная мама Екатерина Бусаркина пришла в банк для консультации по финансовому вопросу. Специалист предложил обзавестись новой пластиковой картой, объединяющей в себе несколько полезных функций. Новые преимущества цифрового помощника Екатерина оценила сразу. Это выгодно, там будут скидки, так как эти магазины являются партнерами банка. Я как многодетная мама, мне очень это выгодно и интересно. Карта жителей Самарской области – идея регионального правительства. Она объединяет сразу несколько документов. Медицинский полис, транспортную карту и электронный кошелек. На нее можно перечислять зарплату. Кроме того, по ней будут действовать скидки или возвращаться деньги после покупок почти из 60 фирм-партнеров банка. Есть и два мобильных приложения. Это новости региона и культурно-массовые мероприятия. Помимо этого, можно будет узнать о своих льготах, а также выяснить, как продвигаются очереди на жилье и в детский сад. Доступной станет информация о социальных начислениях и выплатах. Это повышение качества жизни граждан, чтобы гражданин с помощью одной карты имел возможность получать целый перечень услуг и сервисов. То есть обучение коммуникации между гражданином и государством. Карту жителей Самарской области сейчас можно получить в одном из федеральных банков. Скоро к этой системе подключатся еще пять финансовых организаций. Этот проект очень полезный для жителей Самарской области и удобный. На сегодняшний день у нас уже более тысячи заявок приняты на оформление данной карты. Интересно всем категориям клиентов и пенсионерам, и работающим гражданам нашего региона, а также активной молодежи. Получить карту жителей Самарской области может любой человек старше 18 лет. Для этого нужно прийти в банк с паспортом, медполисом и с НИЛС. Через пару недель электронный мультидокумент будет у вас в кармане. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Помогать пожилым и повышать качество обслуживания. Социальные работники региона в рамках национального проекта «Демография» уже второй год проходят курсы повышения квалификации. В теоретических и практических занятиях приняли участие более 1200 сотрудников центров социального обслуживания. Слово Никите Колосову. Социальный работник Ирина Трубочкина помогает пожилым людям 12 лет. В данный момент она ухаживает за 14 жителям нашего города. Курсы повышения квалификации проходят ежегодно. С теплотой в сердце каждый день женщина приходит помочь своим подопечным. Они относятся как к дочке. Они ждут меня, говорят, ой, дочка, ты пришла, как хорошо. Когда приходишь к человеку, видишь его как бы воодушевленное лицо, он рад к тебе встрече. И поэтому это вот взаимная такая вот симпатия, она помогает в нашей работе. В рамках национального проекта «Демография» работники Центра социального обслуживания прошли курсы повышения квалификации. Участникам рассказывали об оказании первой дворачебной помощи. Преподаватели Самарского медицинского колледжа имени Ляпины проводили теоретические и практические занятия по 4 дня в неделю. Итогом обучения стала сдача экзамена. После соцработникам выдали сертификаты, которые дают право на оказание первой дворачебной помощи. Потому что оказание первой дворачебной помощи, я считаю, что не только социальный работник должен это знать, это должен знать каждый конкретно гражданин. Когда грамотно получаешь обучение и оказываешь эту помощь, это, наверное, дорогого стоит. За два года в рамках национального проекта «Демография» в нашем регионе прошли курсы повышения квалификации более 1200 социальных работников. Никита Колосов, Григорий Плешаков, События. Стимул жить и учиться в 63-м регионе. 10 тысяч рублей получат все учащиеся, которые выбрали для себя вузы Самарской области. Эту меру губернатор Дмитрий Азаров предложил в своем послании. Порядок выплат для выпускников в школу уже утвердили. Мэрия Илчан расскажет подробно. Меньше чем через месяц Ани Григорян будет учиться в этом университете. А пока девушка осваивает аудиторию и библиотеку вуза. Ани выбрала для себя направление юриспруденция. Говорит, тут же учились ее сестра и брат. Вот она и решила пойти по их стопам. Мечтает связать свою жизнь с адвокатурой. Впервые за несколько лет я так жду 1 сентября, потому что я в предвкушении интересного, в предвкушении новых знакомств, новых преподавателей. И для меня эта вся атмосфера уже очень близка. Я прям очень жду момента, пока я уже зайду в этот университет как студентка. К университету они готовятся основательно. Закупают канцелярию и дополнительную литературу к началу учебного года. Теперь все серьезно, говорит студентка, потому и самоорганизация как никогда важна. Хорошим подспорьем для будущих приобретений к вузу станет выплата в размере 10 тысяч рублей. Ее они получат, потому что предпочла всем другим учебным заведениям университет 63 региона. Наверное, в лице всех выпускников, ну, какую-то благодарность хочется сказать губернатору, потому что в этом возрасте люди уже более осознанно тратят эти деньги, уже более осознанно тратят ее на подготовку. И как раз эта возможность хорошенько подготовиться. Напомним, поручение выплатить выпускникам Самарской области, которые поступят в 2021 году в учебные заведения региона, по 10 тысяч рублей дал губернатор Дмитрий Азаров в послании жителям и депутатам Самарской губернской думы. Для того, чтобы получить выплату, нужно являться выпускником образовательных учреждений региона и быть зачисленным в вуз области. Есть несколько вариантов для подачи заявлений. Обратиться в Управление социальной защиты по месту жительства или в МФЦ, либо в электронном виде через социальный портал министерства. Заявления простые. В них содержатся только персональные данные и те сведения, которые у человека лично хранятся. Например, паспортные данные, номер СНИЛС. И также в этом заявлении нужно указать расчетный счет. Это может быть расчетный счет кредитной организации, то есть банковской. Кстати, можно использовать и карту жителя Самарской области для получения этих средств. Или это может быть почтовое отделение. Решение о назначении единовременной денежной выплаты будет принято в течение 30 рабочих дней с даты подачи заявления. Если на момент подачи заявления выпускнику еще нет 18 лет, то единовременную выплату получат родители или опекуны. Деньги начнут зачисляться с сентября 2021 года. Мэри Елчан, Никита Колосов, Николай Епифанов, Григорий Бляшаков. События. В Самаре прошло заседание общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами. На этот раз эксперты обсудили результаты регистрации кандидатов. Конфликтных ситуаций не возникло. Большинство выдвиженцев успешно прошли этот этап. Слово Мэри Елчан. В 63-м регионе закончился период выдвижения и регистрации кандидатов для участия в выборах. В Государственную Думу по пяти федеральным округам, образованным на территории Самарской области, выдвинулись 50 кандидатов, 45 из которых прошли регистрацию. Мы тоже строго смотрели за тем, нет ли действительно каких-то предпосылок для серьезных конфликтов. Их не оказалось. И я думаю, что это совокупная, так скажем, заслуга всех тех, кто причастен к организации избирательного процесса. У меня на данном этапе позитивная оценка результатов работы. Уровень активности партии, по словам экспертов, в этом году значительно выше, чем было в прошлой избирательной кампании. Это способствует высокому уровню конкурентности. По 25 округам в Самарскую губернскую думу выдвинулись 633 кандидата. Из них 60 получили отказ в регистрации. Среди основных причин – отсутствие необходимых документов и недостаточное число достоверных подписей. Если говорить о регистрации, то у нас в 2021 году зарегистрировано больше кандидатов, чем в 2016. Если в 2016 у нас было зарегистрировано 550 кандидатов, то в этом году, я сейчас беру выборы Самарской губернской думы, то в этом году мы зарегистрировали 573, то есть немного больше. Избирком Самарской области уже провел жеребьевку и определил порядок размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам депутатов Самарской губернской думы. Голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября. В регионе будут работать 1785 постоянных избирательных участков и 17 временных. Во всех регионах России созданы общественные штабы по наблюдению за выборами. Здесь обучают, а затем будут координировать работу независимых наблюдателей во время выборов. Также регулярно проводятся экспертные обсуждения по актуальным вопросам компаний. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стала член общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями – председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Мэр Елчан, Василий Калдашов. События. Эфир продолжит новости экономики. Расскажет о них Виктория Шарая. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В России впервые за 10 лет дорожает похоронная атрибутика. С чем это связано? Это связано с ростом цен на необработанную древесину и на металл. Сейчас о курсах валют, а затем расскажу, в какую сумму теперь обойдутся похороны. Курс доллара на 21 августа – 74 рубля 36 копеек. Евро – 86 рублей 86 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 66 долларов 25 центов за баррель. В России стало дорого умирать. Производители гробов предупредили ритуальное агентство о росте цен на 30-60 процентов. Так, если в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба была не выше 7 тысяч рублей, то в августе она составила уже 9 тысяч 200 рублей. Более дорогие образцы подорожали с 15 тысяч рублей до 20-25 тысяч. Столь сильный рост цен отмечен впервые за 10 лет. Кроме того, на 10-20 процентов выросли в цене деревянные кресты. По словам производителей, стоимость необработанной древесины выросла вдвое из-за предстоящего запрета на экспорт. Подорожала и металлическая атрибутика – ограды, кресты и памятники. Цена на металл для оград выросла с 40-45 тысяч рублей до 110 тысяч рублей за тонну с начала года. Лучше жить и пить вино. Оно, правда, тоже дорожает. Виноград подрастет в цене в этом сезоне на 30 процентов, а вино на 15-20 процентов. Сдержать рост цен на свою продукцию смогут только те производители, у которых есть большие площади собственных виноградников. Те, кто закупают виноград, поднимут цены. Себестоимость одного килограмма винограда на площади свыше 1 тысячи гектаров составляет 25-35 рублей. На небольших виноградниках – 80-100 рублей за килограмм. Цена бутылки вина складывается из цены на виноград и налогов. Для производства бутылки вина требуется чуть больше килограмма винограда. Акциз на тихое вино сейчас составляет 32 рубля с литра, на игристое – 41 рубль. Однако по новому законодательству 31 рубль возвращается производителям в виде дотации на закладку новых виноградников. Производитель фактически платит в казну только 20 процентов НДС. Это всего 18 рублей на бутылку с розничной ценой в 300 рублей. Квартиры, которые сдают в аренду частные владельцы, будут вовлекать в госсистему арендного жилья. В следующем году в России появится единая информационная система такого жилья. В 2020 году в стране, по данным Минстроя, насчитывалось 156 наемных домов коммерческого использования и 99 социального. При этом в некоторых странах практикуется вовлечение в субсидированную аренду жилья частных владельцев. Льготные категории граждан, получая от властей средства на аренду жилья, могут снять квартиру у любого владельца, в том числе у частного лица. Минстрой России в марте 2021 года сообщил, что изучает возможность субсидировать малообеспеченным гражданам аренду жилья. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. За сутки в Самарской области зарегистрировали 444 случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 85 403. Такие данные в пятницу 20 августа опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 209 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 74 914 пациентов. Лучший способ обезопасить себя и своих близких от коронавируса – своевременная вакцинация, отмечают медики. Компания идет полным ходом. Заявки на вакцинацию оставляют коллективы крупных предприятий и просят прислать мобильную бригаду для получения первого и второго компонента препарата. Один из таких комплексов прибыл сегодня в Ставропольский район. Подробнее Михаил Ермоленко. Чтобы сформировать коллективный иммунитет и обезопасить население от возможного заболевания коронавирусом, необходимо привиться, говорят медики. В регионе продолжается масштабная кампания по вакцинации от COVID-19. Она охватывает все районы области. Обеспечить жителей вакциной и без труда добираться в самые отдаленные поселения медикам помогают специальные мобильные комплексы. Один из таких сегодня прибыл в крупное торговое предприятие в Ставропольском районе. Мы с главврачами и с администрацией Ставропольского района согласовали эти мероприятия. И вот в вторую пятницу уже ко мне приезжают на предприятие делать вакцинацию массовую. Планируем и следующие пару недель тоже проводить. Все риски, связанные с заболеванием, сотрудники понимают. Поэтому и желающих получить первую, либо вторую дозу вакцины от COVID-19 достаточно. Работает у нас такая, людей очень много. Мы работаем в тесном коллективе дня, будто чтобы кто-то заболел рядом. Ну, потому что представился случай. У нас приехали сюда, не надо ехать в город. Но привиться давно хотелось. Вакцинацию трудовых коллективов на предприятиях врачи проводят по заявкам. Прививают на территории организации по тем же правилам, что и в поликлинике. При себе необходимо иметь три документа. Паспорт, СНИЛС и полис. Пройти осмотр врача и при отсутствии противопоказаний сделать прививку. Сначала боялись, то есть поначалу. Теперь, да, в общем, можно сказать, ажиотаж пошел. Поэтому сейчас большой рост вакцинированных пациентов. Ну, то есть есть желание, стремление, потому что и отпуска, и работать необходимо. Ну и защититься себя против этой инфекции. На сегодняшний день более 970 тысяч жителей Самарской области привились хотя бы одним компонентом вакцины. Свыше 809 тысяч полностью завершили вакцинацию. Прививка – самый действенный способ оградить себя от тяжелой болезни, осложнений и неприятных последствий, говорят медики. Особенно это важно для пожилых людей, для тех, у кого есть хронические заболевания. Поэтому лучше поспешить с прививкой и сделать ее до наступления осени. Михаил Ермоленко, События. В регионе продолжают обновлять автопарк медицинских организаций. Накануне новые автомобили для оказания палеотивной помощи получили патронажные бригады онкодиспансера. На новом транспорте количество выездов к тяжелобольным пациентам планируют увеличить. Продолжит тему Ольга Хомракулова. Выездная служба палеотивной помощи при Самарском онкодиспансере получила три новых автомобиля. Раньше врачи и медицинские сестры отделения приезжали к пациентам по графику на одной машине. В год сотрудниками патронажа совершалось более шести тысяч выездов для помощи неизлечимо больным пациентам. На новом транспорте количество выездов планируют увеличить многократно. Мы консультируем этих пациентов в отделении палеотивной помощи и при необходимости передаем на курацию. Отделение палеотивной помощи оказывает выездные услуги, в том числе на дому. Помогает пациентам в плане подбора поддерживающей терапии, в том числе оказывает психологическую помощь. По факту приобретения мы можем расширить наш род деятельности, расширить и территорию, и количество нуждающихся. Обновление автопарка происходит по поручению президента о модернизации первичного звена здравоохранения. Только сейчас в палеотивной помощи нуждаются 1200 пациентов со всей области. Группа пациентов палеотивных – это особенная группа пациентов, которая рассматривается в первую очередь симптоматической терапией. То есть избавление от тех, которые их физически в первую очередь, психологически, которые их на данный момент именно беспокоят. В ходе выезда патронажные бригады не только осуществляют общее наблюдение. Также в их обязанности входит консультирование участкового врача, настройка оборудования и медицинской техники, выданной больному для использования на дому. Ольга Хомракулова, События. В Самаре состоялась конференция депутата Государственной Думы Алексея Журавлева. Визит в областную столицу проходит в рамках проекта «100 городов России за три месяца». Подробности в следующем сюжете. В рамках проекта «100 городов» в Самару прибыл Алексей Журавлев. С мая депутат Государственной Думы посетил больше 110 городов по всей стране. Когда-то в течение трех месяцев проехал от Калининграда до Владивостока, а живут тут все одной жизнью. Многодетные семьи, семьи с малым достатком, они обращаются с простыми жизненными вопросами. Тарифы ЖКХ, проведение ГАЗа, что положено по закону. Пребыванию в Поволжье посвящена и сегодняшняя пресс-конференция. Самарцев волновало как развитие сел, так и воспитание молодежи. «Есть люди и молодые, очень многие, которые занимаются в действительном деле, действительно, именно под руководством тех же руководителей, тех же ветеранских организаций». Скоро Алексей Журавлев посетит Тольятти. Все жалобы и пожелания, собранные во время поездки, будут решать на месте или выносить на федеральный уровень. Ольга Хамракулова, Константин Головин. События. «В музее Алабина открылась выставка подлинных икон Григория Журавлева. Она завершает годовой цикл памятных мероприятий об удивительном иконописце в России. Аналогичные выставки уже прошли в Москве и Санкт-Петербурге. В коллекции, представленной в Самарском музее, иконы и картины из разных уголков страны, в том числе из Государственного Эрмитажа. Подробнее расскажет Мария Левина. А дохотворенность и безмятежность – такие чувства переполняют, когда смотришь на иконы и картины из-под кисти Григория Журавлева. В музее Алабина открылась выставка подлинных икон мастера. Выдающийся художник родился без рук и ног, и все свои произведения писал, держа кисти или карандаш в зубах. Каким нужно было обладать мужеством, внутренней силой, стержнем, верой для того, чтобы не сломаться, для того, чтобы реализовать заложенный в нем талант, божий дар и стать тем, кем он стал. Выставка завершает годовой цикл памятных мероприятий об удивительном иконописце в России. Аналогичные экспозиции уже были представлены в Москве и из Санкт-Петербурга. В коллекции Самарского музея иконы и картины из разных уголков страны, в том числе из Государственного Эрмитажа. Это здорово, я надеюсь, что таких выставок у нас будет больше. И особенно, как бывший музейщик, хочу отметить исключительное качество выставки. Благодаря, опять же таки, поддержке губернатора нам удалось оснастить музей достойным образом, чтобы показать творчество Григория Журавлева во всем его многообразии и красоте. В музее Алабина представлены не только те работы, которые экспонировались в Москве и Санкт-Петербурге, но и уникальные. К примеру, икона Николая Чудотворца, которую привезли из Эрмитажа. Книга Ветхого Завета в иллюстрациях. Из Москвы привезли рисунок путевого дворца, который был построен специально к визиту императора Николая II, когда он путешествовал по Самарской губернии. Выставка проработает до октября. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Врач с душой поэта. В амфитеатре на Самарской набережной прошел поэтический вечер Станислава Анисимова. На городской сцене его произведения прозвучали впервые. О том, как прошел вечер стихотворений Станислава Анисимова, расскажут наши корреспонденты. Студентка третьего курса театрального факультета Анастасия Кайсина с творчеством самарского поэта Станислава Анисимова познакомилась недавно. Девушка признается, что при подготовке к выступлению в амфитеатре на Самарской набережной выбрать несколько стихотворений для исполнения было непросто. Морально готовились долго, потому что пока выбирали стихи, пока подбирали те, которые нам больше придутся по душе. А у него все стихи красивые, поэтому выбрать было очень сложно. Здесь очень интересная ритмика, и она чувствуется. Стихотворения написаны так, что их легко понять, и на них хорошо учиться. Станислав Анисимов начал писать стихи в 9 лет. Публиковался в студенческих многотиражках городской и областной прессе. 47 лет отдал медицине. Более 30 лет изучал лекарственные растения. На городской сцене его стихотворения прозвучали впервые. Поддержать артистов пришла и подруга Станислава Анисимова, Инна Иванова. Ну, как вы сегодня слышали, стихи прекрасные. И стихи таких стихов не пишет никто. Я считала очень многих авторов, современных в том числе. В его же стихах чувствуется любовь, добро, созидание. Это то, что ведет человечество, скажем так, к процветанию, к развитию. Студенты Самарского государственного института культуры исполнили 17 стихотворений. Одно из них прозвучало со звуковым сопровождением. Его в процессе подготовки к поэтическому вечеру придумывал один из выступающих студентов. Ольга Павлов, Никита Колосов, Максим Гусев. События. Определена бригада арбитров на ближайший матч крыльев советов российской премьер-лиги. Игру «Волжан против Сочи» рассудит Антон Фролов из Москвы. Игра состоится в Самаре в субботу, 21 августа, в 9 часов вечера. Антон Фролов в прошлом сезоне дважды обслуживал игры крыльев футбольной национальной лиги. Самарцы один раз выиграли и один раз сыграли в ничью. На матч смогут попасть только болельщики, имеющие QR-код о вакцинировании или перенесенном заболевании, и паспорт, а также сезонный абонемент, действующий билет на матч с Ахматом или билет, купленный на матч с Сочи, на специальном сайте. На этом наш выпуск завершен. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»